Привет, меня зовут Татьяна, я нейро-коуч, нейро-тренер. Сегодня мы раскроем тайну, почему иногда уходит мотивация, и этот невидимый враг убивает все наши мечты. Вы когда-то начинали вести блог или что-то, какое-то дело с таким энтузиастом? Начинаю, делаю, всё, а потом через какое-то время угасало всё, и все идеи уходили в никуда. Знакомая история, да? Давайте разберёмся, почему это происходит. Итак, что такое дофамин? Дофамин – это молекула счастья в нашем мозгу, которая делает нас радостными от каких-то удовольствий, например, лайки или какие-то вкусняшки. Всё вроде бы как хорошо, но есть подводные камни. Давайте представим, что дофамин – это конфетки для мозга. И если мы получаем их быстро и часто, нам кажется, что мы довольны. Но чем больше мы едим этих конфеток, тем быстрее мы начинаем чувствовать себя нехорошо. То же самое и с дофамином. Чем больше мы получаем удовольствие от коротких действий, лёгкого дофамина, тем тяжелее нам получать удовольствие от значимых дел. К примеру, вы видите в соцсетях, кто-то купил себе супердорогую игрушку, и вы в этот момент чувствуете «О, здорово!». Это небольшая выброска дофамина. Но после этого вы начинаете скроллить и искать себе больше и больше таких игрушек. Но после пару таких постов вы начинаете чувствовать, что вам мало, и вы начинаете искать чего-то большего, и вам хочется ещё чего-то посмотреть. И в конце концов у вас теряется интерес. Ещё один пример. Представьте себе, что вы играете в мобильную игру, и каждое завершённое действие, каждое выполненное задание – это новая выброска дофамина. Но когда игра становится скучной или вы достигли своего предела, вам приходится искать новую порцию дофамина. Как будто в кармане у вас есть копейки, а автоматов становится всё больше и больше, и на эти автоматы нужны новые вложения. Так что если вы заметили, что ваш интерес к блогерству угасает, попробуйте отвлечь себя от быстрых дофаминов, быстрых удовольствий. Вместо того, чтобы продолжать скроллить ленту, попробуйте найти что-то долгосрочное, которое развивает ваши таланты, какое-то новое занятие в долгий срок. Увидите, что настоящее удовлетворение приходит от того, что вы развиваете свои таланты и делаете что-то в долгую. Итак, друзья, мы разобрали, как этот хитрый, лёгкий дофамин крадёт ваше вдохновение и незаметно отвлекает вас от важных целей. Но хорошая новость в том, что вы знаете теперь, как с этим бороться. Помните, что ваш блог – это ваше пространство для творчества, для самовыражения. Ну, чтобы не утонуть в мелочах и отвлечениях, сосредоточьтесь на ваших целях и осознанных действиях. Если хотите больше узнать о вашем мозге, о продуктивности, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк и увидимся в следующих видео. Делитесь также в комментариях своим опытом, как вам удается держать себя в фокусе и не растрачивать свою энергию на мелочь. Будет очень интересно узнать ваши истории. Субтитры создавал DimaTorzok